В зону боевых действий Анастасия Андрейченко едет уже в одиннадцатый раз. В этом нет острой необходимости, но девушка говорит, что хочет быть уверена, что груз доставлен и отдан по назначению. Каждый раз непросто найти машину. Транспортные предприятия соглашаются ехать в Донецкую область лишь за очень большие деньги. Настя знает, что помощи Самары люди ждут, и это заставляет ее продолжать волонтерскую миссию. Они присылают мне сообщение ВКонтакте, помогите, нам нечего есть. Живут они, например, где-нибудь в серой зоне, где реально очень тяжелая обстановка. И вот эти вот сообщения дают нам силы двигаться дальше, несмотря на упадок помощи, который несут люди, находить возможность отвезти этим людям хотя бы малую часть того, что им нужно. В одной из поездок волонтеры захватили с собой пакет гематогена. Местная ребятня расхватала его как необыкновенное лакомство. Жителям разрушенных сел необходимы памперсы, продукты, средства гигиены. Получила гуманитарный набор, очень рада, спасибо большое, спасибо, что есть такие люди, которые заботятся и помогают. Очень благодарна, потому что на данный момент я не работаю и болею заболеванием, онкозаболеванием. Для меня эта помощь очень как бы важна. Пункт сбора гуманитарной помощи при храме в честь трех святителей, первый в Самаре, изначально создавался для помощи беженцам с Украины. Когда стало понятно, что собрано гораздо больше, чем требовалось, решили отправить машину в Донецк. С тех пор эти поездки стали регулярными. Вот как у нас сюда приходят люди, нуждающиеся семьи, им даешь макароны, ну какой-нибудь низкой ценовой категории, они начинают тебе говорить, ну что, берите, почему, ну вы нам что тут даете вообще такое. А там люди рады вообще всему, то, что привозят. Пункт сбора гуманитарной помощи на Старозагоре работает ежедневно. Во все времена были и будут те, кому необходима поддержка. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События.